Обеспечить социально незащищенную категорию населения сельскохозяйственной продукции на осенне-зимний период. Такую задачу на протяжении многих лет ставят перед собой работники территориального центра социального обслуживания населения Московского района, проводя акцию «Урожай». К нам поступают заявки, звонки по обеспечению овощной продукции, категории, с которой мы работаем. Ну, это, во-первых, инвалиды войны, это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей до 18 лет. Многодетные семьи. Мы, естественно, инвалиды первой и второй группы. В прошлом году заготовлено более 10 тонн овощей, обеспечены ими 365 человек. В 2016-м работники учреждения убеждены, что цифры будут аналогичными. Обеспечиваются, как правило, пожилые люди, доход которых не превышает бюджет прожиточного минимума. Среди них и Раида Горустович и Мария Новик, к которым социальные работники пришли не с пустыми руками, а с овощными гостинцами. Обе женщины считают, что в наше время милосердие и такая забота бесценны. Никогда не забывают нас, всегда поздравляют, так что спасибо большое. Нет больше слов благодарности. И очень довольны, что вы существуете. Это все-таки адский труд. Есть такие, что больные совсем люди, что лежат, ходите, обслуживаете. Дай вам Бог здоровья. Уже много-много лет я на том хлебе живу. Много лет. Все хорошие, ни одного плохого не было. Все хорошие. И дай Бог здоровья вам и им всем. Это труды тяжелые. А нам угодить уже иногда. Тоже трудно бывает. Всего на обслуживании в Брестском территориальном центре находится 430 человек, среди которых немало одиноких людей. Им важна материальная помощь, но не менее важна и психологическая поддержка. Благодаря их молодости, когда они старались для нас, мы много всего имеем. Особенно благодаря ветеранам Великой Отечественной, инвалидам, которые, жертвуя своими здоровьем, своими силами, предоставили нам такое прекрасное будущее, в котором мы живем. И мы все это очень ценим, помним. За счет безвозмездной спонсорской помощи, которая поступает в территориальный центр от организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляется закупка овощной продукции, а именно картофеля, лука, свеклы, капусты и моркови. Остается надеяться, что такая добрая традиция продолжится.